В мероприятии также приняли участие представители администрации города, руководители структурных подразделений и управляющих компаний, врач-нарколог республиканского наркологического диспансера и участковые полномоченные полиции по микрорайону Иваново. Данное мероприятие направлено прежде всего на то, чтобы жители смогли получить всю интересующую их информацию по самым разным вопросам. Открыл диалог глава города Олег Матвеев. На сегодняшний момент вопрос открытого диалога заключается в том, чтобы, в целом, прежде всего, наверное, обозначить те основные направления, над которыми работает сегодня администрация города, город, депутаты городского собрания, что планируется на сегодняшний момент сделать в городе, ну и те актуальные вопросы, которые, прежде всего, наверное, волнуют каждого из вас, те вопросы, которые, в принципе, необходимо осмотреть на вот таком собрании для того, чтобы, ну, более какое понимание, куда мы идем, чем мы занимаемся, и что необходимо сделать в ближайшее время. На встрече были обозначены несколько основных вопросов. Было отмечено, что в этом году заложены средства на ремонт образовательных учреждений и школьных стадионов. На ремонте многоквартирных домов глава города остановился более подробно. В Новочебоксарске 565 домов, их обслуживают 17 лицензированных управляющих компаний. На данный момент 29 многоквартирных домов стоят в плане на капитальный ремонт. В 15 из них будет заменена кровля, в одном – лифт, в остальных – водоснабжение и электроснабжение. Следующий момент – ремонт уличной дорожной сети. Сейчас выполнены работы на трех участках. При своевременном финансировании будут сделаны работы еще на 13 участках. Диалог получился активным. Присутствующие задавали актуальные и наболевшие вопросы по их микрорайону, на которые в ходе беседы они получили множество подробных пояснений. Некоторые вопросы взяты на контроль структурными подразделениями для их своевременного решения. По целым итогам на сегодняшний момент по городу ситуация стабильная. Почему? Потому что больше действительно социально-экономическое развитие города говорит о том, что в целом в 2016 год и вот первый квартал 2017 года город идет с динамикой. И по всем таким основным показателям динамика прослеживается. Я думаю, что в дальнейшем в целом у нас ситуация стабилизируется. После продуктивной беседы с жителями глава города Олег Матвеев выразил надежду, что данные встречи станут неотъемлемой частью жизни микрорайона Иваново. Елена Фирсова, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска. Редактор субтитров Т. practicing. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова